30 километров от Самары, дорога на Саратов. Мобильный пункт обогрева развернули сотрудники МЧС. Здесь рады всем, кто желает спастись от аномальных морозов. На улице минус 20, но из-за ветра по ощущениям гораздо холоднее. Спасение для тех, кто не хочет замерзнуть на трассе, пункт обогрева. Здесь можно не только согреться, но и перекусить с дороги. В меню гречневая каша с тушенкой, горячий чай, спасибо большое, и булочки. Для всех тех, кто рискует вот-вот остаться без связи, есть возможность зарядить телефон. Предоставляют не только розетку, но и зарядное устройство. Водители здесь гости частые. Владимир и Дмитрий гостеприимством остались довольны. Ну их целесообразно бы, конечно, мне не ставить. На трассах они нужны. Спасибо, кстати, очень. Товарищи офицеры помогли. Чаек сладкий, и плюшечка мягкая. Пункты обогрева с наступлением холодов сотрудники МЧС на самарских трассах выставляют уже третий год. Сейчас температура на 9 градусов ниже климатической нормы. Здесь в обязательном порядке дежурят врач и психолог. Говорят, пока пациентов не наблюдается. Но к тому, чтобы оказать помощь, готовы всегда. Мы можем давление измерить, температуру померить. Можем, если человеку плохо, какими-то препаратами, медикаментами помочь. И если там, допустим, холодно, можем согреть, укрыть теплыми одеялами и доставить в лечебное учреждение. Люди также получают острое стрессовое расстройство. Это повышение тревожности, может апатия, может агрессия. То есть все, что входит в острое стрессовое расстройство. При необходимости мы оказываем психологическую помощь. Пункт обогрева, он и является каким-то частью снятия стресса. Это теплое питье, это, может, доброе слово, позитивный настрой. В мобильный пункт можно обратиться и за технической помощью. Здесь есть даже спецтехника, готовая оперативно выехать на место ЧП. Под чутким контролем и дальнобойщики. Сотрудники МЧС связываются с ними по рации, чтобы в случае чего предложить помощь. Но все же чаще всего водители в пункт обогрева наведываются сами. Наш мобильный пункт обогрева посетило 18 водителей. Из этих 18 водителей, одному водителю мы помогли заменить колесо, другому водителю помогли подкачать колеса, потому что в связи с понижением температуры колеса были спущены. И, соответственно, у него не оказалось с собой насоса. И мы, соответственно, ему оказали такую незначительную, но техническую помощь. Всего в регионе подобных пунктов обогрева два. Второй находится на 974-м километре федеральной трассы М-5. Они будут работать, пока не отступят аномальные морозы. По прогнозам синоптиков, холода продлятся минимум до конца недели. Алина Чемерс, Григорий Плешаков, События.